Путешествие третье или вероятностные драконы Трурли Клопауцци были учениками великого Кереброна Эмтадрата, который целых 40 лет излагал в высшей школе небытия общую теорию драконов. Как известно, драконов не существует. Эта примитивная констатация может удовлетворить лишь ум простака, но отнюдь не ученого, поскольку высшая школа небытия тем, что существует, вообще не занимается. Банальность бытия установлена слишком давно и не заслуживает более ни единого словечка. Тут-то гениальный Кереброн, атаковав проблему методами точных наук, установил, что имеется три типа драконов – нулевые, мнимые и отрицательные. Все они, как было сказано, не существуют, однако каждый тип на свой особый манер. Мнимые и нулевые драконы, называемые на профессиональном языке «мнимоконами» и «нульконами» не существуют значительно менее интересным способом, чем отрицательные. В дракологии издавна известен парадокс, состоящий в том, что при герборизации, действия, отвечающие в алгебре драконов умножению в обычной арифметике, двух отрицательных драконов, возникает преддракон в количестве около 0,6. По этой причине мир специалистов разделился на два лагеря. Члены одного придерживаются мнения, что речь идет о доле дракона, если отсчитывать от головы. Сторонники другого помещали точку отсчета в хвост. Огромной заслугой Трурли и Глопауция было выяснение ошибочности обеих упомянутых точек зрения. Друзья первыми применили в этой области знания теорию вероятностей и создали тем самым вероятностную дракологию, из которой вытекает, что с точки зрения термодинамики дракон невозможен лишь в статистическом смысле, подобно домовому, эльфу, гному, троллю, ведьме и тому подобному. Из формулы полной невероятности оба теоретика получили коэффициенты регномизации, разэльфивания и прочего. Из этой же формулы вытекало, что самопроизвольного появления дракона следует ожидать в среднем около 16 квинтоквадриллионов гептиллионов лет. Безусловно, весь этот круг вопросов оставался бы интересной, но чисто математической редкостью, если бы не прославленная конструкторская жилка Трурля, который решил исследовать задачу экспериментально. А поскольку речь шла о невероятных явлениях, Трурль изобрел усилитель вероятности и испытал его сначала у себя дома в погребе, а затем на специальном основанном академии дракородном полигоне или драколегоне. Лица, незнакомые с общей теорией невероятностей, и по сей день задают вопрос, почему, собственно, Трурль сделал вероятным именно дракона, а не эльфа или гнома. Однако задают его по невежеству, ибо им неизвестно, что дракон попросту имеет большую вероятность, чем гном. Трурль, видимо, намеревался пойти в своих опытах с усилителем дальше. Но уже первые эксперименты привели к тяжелой контузии. Виртуальный дракон легнул конструктором. К счастью, клопавуцый, помогавший налаживать установку, успел понизить вероятность, и дракон исчез. Вслед за Трурлем многие другие ученые повторяли эксперименты с дракотроном. Но поскольку им недоставалось норовки и хладнокровия, значительная часть драконьего приплода, серьезно покалечив ученых, вырвалась на свободу. Только тогда обнаружилось, что эти отвратительные чудовища существуют совершенно иначе, чем, например, шкафы, комоды или столы. Дракон характеризуется в первую очередь своей вероятностью, как правило, достаточно большой рассор уже возник. Если устроить охоту на такого дракона, да еще с облавой, то кольцо охотников с оружием, готовым к выстрелу, натыкается лишь на выжженную и смердящую особой вонью землю, поскольку дракон, когда ему приходится туго, ускользает из реального пространства в конфигурационное. Будучи скотиной нечистоплотной и необычайно тупой, дракон делает это, разумеется, руководствуясь инстинктом. Примитивные особы, не могущие понять, как сие происходит, петуша издомогаются увидеть это самое конфигурационное пространство, не ведая того, что электроны, существование коих никто в здравом рассудке не оспаривает, также перемещаются лишь в конфигурационном пространстве, а судьба их зависит от волн вероятности. Впрочем, упрямцу легче настаивать на несуществовании электронов, чем драконов, поскольку электроны, по меньшей мере, в одиночку не легаются. Коллега Трурля, Гарборизей Кибр, первым проквантовал дракона, введя константу, называемую дракнетоном, который, как известно, кратный числителем драконов. Он определил также кривизну их хвоста, за что едва не поплатился жизнью. Но разве же интересовал этот успех широкие слои населения, страдавшего от драконов, которые вытаптыванием посевов, общие своей назойливостью ревом и испусканием пламени наносили огромный ущерб, а кое-где даже требовали дани в виде девиц? Разве же интересовал несчастных обывателей тот факт, что драконы Трурля, будучи индетерминированными, а стало быть, нелокальными, ведут себя, хоть и в согласии с теорией, однако вопреки всяким приличиям, что теория эта предсказывает кривизну их хвостов, уничтожающих села и нивы? Стоит ли удивляться, если широкие слои, вместо того, чтобы по-настоящему оценить достижения Трурля, совершившие подлинный переворот в научных воззрениях, поставили их ему в вину, а кучка заядлых абскурантов даже чувствительно побила знаменитого конструктора. Однако Трурль вместе со своим другом Клопауцием неутомимо продолжал исследования. Из них вытекало, что дракон существует на уровне, зависящем от его настроения и от состояния общего насыщения, а также что единственным надежным методом ликвидации является сведение вероятности к нулю и даже к отрицательным значениям. Как не понять, что эти исследования требовали много труда и времени? А между тем драконы, находясь на свободе, свирепствовали в свое удовольствие, опустошая многочисленные планеты и спутники, и что еще прискорбней, даже плодились. Это дало Клопауцию повод опубликовать блестящую работу под заглавием Ковариантные переходы от драконов к драконьим отродьям, как частные случаи перехода из состояния запретных физически в состояние, запрещенные полицией. Эта работа наделала много шума в научном мире, где все еще широко обсуждался знаменитый полицейский дракон, посредством которого бравые конструкторы отомстили злому царю Жестокусу за несчастье своих неоплаканных коллег. Какие же возникли пертрубации, когда стало известно, что некий конструктор по имени Базилей и по прозванию Эмердуанский, путешествуя по всей галактике, одним лишь своим присутствием вызывал появление драконов там, где до этого их никто и в глаза не видел. Когда ощущение отчаяния и национальной катастрофы достигало кульминации, он являлся к властелину данного государства, чтобы, поторговавшись в волю и взвинтив гонорар до головокружительных размеров, заняться истреблением чудовищ. Последнее ему почти всегда удавалось, хотя никто не знал, каким он способом, ибо он действовал скрытно и в одиночку. Впрочем, Базилей лишь статистически гарантировал успех Драколиза, а с той поры, как некий монарх воздал ему лучшим за хорошее, уплатив дукатами, полновесными также лишь статистически, он стал подвергать унизительному исследованию посредством царской водки природу желтого металла, которым ему платили. В эту-то пору Трурли и Клопауции встретились в один погожий денек, и между ними произошел следующий разговор. «Ты слышал об этом, Базилей?» – спросил Трурль. «Слышал». «Что ты скажешь?» «Не нравится мне вся эта история». «Мне так же». «Что ты о ней думаешь?» «Он пользуется усилителем». «Вероятности?» «Да, или резонансной системой». «Может, генератором василисков?» «Ты имеешь в виду дракотрон?» «Да». «По существу это вполне возможно». Но ведь,» «Воскликнул Трурль, «Это было бы низостью». «Это означало бы, что частично он приводит змеев с собой». «Только в потенциальном состоянии, с вероятностью близкой к нулю». «Когда обживется и оглядится, начинает все увеличивать и увеличивать их вероятность, усиливает их, пока они не достигнут достоверности». «И тут, разумеется, наступает виртуализация, конкретизация и зримая тотализация». «Ясно». «К тому же он, наверное, подскабливает матрицу и увеличивает вероятность перехода виртуального змея Бешеного Василиска». «Да, страшнее Бешеного Василиска, пожалуй, ничего уж не бывает». «А как ты думаешь, он потом аннулирует их аннигиляционным ретрокреатором?» «Лежи лишь снижает временную вероятность и удирает, прихватив монету». «Трудно сказать. Если он лишь понижает вероятность, то это еще большая низость. Ведь рано или поздно флуктуация вакуума вызывает возникновение змеи матрицы, и тогда вся история начинается сначала». «Да, но ни его самого, ни денежек тогда уже не сыщешь», — буркнул Клопауцый. «Как ты думаешь, не стоит ли написать об этом гель в Главное бюро регулирования драконов?» «Чего не стоит, того не стоит. В конце-то концов он, может быть, этого и не делает. У нас нет уверенности и никаких доказательств. Статистические флуктуации возникают и без усилителя. Раньше не было ни матриц, ни усилителей, а драконы время от времени появлялись попросту случайно». «Так-то оно так», — согласился Трурли. «Однако же чудовище появляется только после прибытия Базилея на планету». «Верно. Но писать об этом не стоит. Все же он коллега по профессии». «Пожалуй, мы сами предпримем некоторые шаги. Как ты думаешь?» «Можно». «Хорошо. Однако что делать?» Тут оба знаменитых драколога погрузились в профессиональные споры, с которого посторонний слушатель не понял бы ни словечка. До него донеслись бы лишь загадочные фразы, такие как «Счетчик драконов», «Нехвостатое преобразование», «Слабые змеи взаимодействия», «Дифракция и рассеяние драконов», «Жестокий горыныч», «Жесткий горыныч», «Мягкий горыныч», «Драко пробобилистикус», «Полосатый спектр василиска», «Змей в возбужденном состоянии», «Аннигиляция паравасилисков с яростью и антияростью», «В поле всеобщего безголовья» и тому подобное. Результатом этого глубокого анализа явилось путешествие, третье по счету. Конструкторы готовились к нему очень старательно, не применув нагрузить свой корабль множеством сложных приборов. Так, например, они взяли с собой диффузатор и специальную пушку, стреляющую антиголовами. Во время путешествия конструкторы высадились на «Энтии» и «Пентии», а затем на «Кирулеи» и после этого поняли, что не смогут прочесать всю местность, охваченную бедствием, для этого им пришлось бы разорваться на части. Проще было, очевидно, разделить экспедицию, и после обсуждения в рабочем порядке каждый из них отправился в свою сторону. Лапауций долго работал на Престопонде, приглашенной туда императором Девославом Амфитритием, который соглашался отдать ему дочь в жены, лишь бы избавиться от чудовищ, ведь драконы высокой вероятности забредали даже на улице Стольного Града, а виртуальными вся округа так и кишела. Правда, виртуальный дракон, по мнению наивных и серых обывателей, не существует. То есть не может быть наблюден каким-либо способом, равно как и не совершает никаких действий, свидетельствующих о его появлении. Однако исчисление Кибра-Трурля-Клапауция-Миногия и, в первую очередь, Змеи-Волновое уравнение отчетливо показывает, что дракону легче проделать путь из конфигурационного пространства в реальное, чем ребенку от дома и до школы. Поэтому при глобальном возрастании вероятности в жилищах, погребах и на чердаках можно было наткнуться на дракона и даже на супердракона. Погоня за драконами не привела бы к ощутимым результатам. Понимая это, Клапауций, как истый теоретик, принялся за работу методично. Он расставил на площадях, скверах, в градах и весях вероятностные змеи-редукторы. И вскоре чудовища стали величайшей редкостью. Получив наличный почетный диплом и переходящее знамя, Клапауций отбыл, намереваясь отыскать своего друга. По дороге он заметил, как кто-то отчаянно машет ему с планеты. Сочтя, что это, быть может, Трорль, с которым приключилась беда, Клапауций совершил посадку. Однако сигналы подавал не Трорль, а жители Трюфлежории, подданные царя Пестроция. Эти туземцы исповедовали всяческие суеверии и примитивные верования религии же их, называемые пневматическим драконизмом, утверждало, что драконы посылаются как кара за грехи и наделены душами, хотя и нечистыми. Смекнув, что вступать в спор с дракологами его величества было бы по меньшей мере опрометчиво, ибо их методы ограничивались кождением в местах, посещаемых драконами и раздачей мощей, Клапауций предпочел приняться за работу в полевых условиях. Фактически на планете обитало лишь одно чудище, но из ужаснейшего рода эхидных. Клапауций предложил царю свои услуги. Тот, однако, не сразу дал ответ, подчиняясь очевидному влиянию бессмысленной догмы, относившей причину возникновения драконов к потустороннему миру. Из местных газет Клапауций узнал, что одни считают эхидну, которая здесь резвится единичным экземпляром, другие же – существом множественным, способным находиться одновременно во многих точках. Это дало ему пищу для размышлений, хотя он не испытал ни малейшего удивления, ибо локализация этих противных тварей подчиняется так называемым «змеи-аномалиям». Некоторые же обращики, особенно склонные к рассеянности, размазываются по всему пространству, а это уж составляет вполне обычный эффект из-за спинового усиления квантового импульса. Вынырнув из конфигурационного пространства в реальное, дракон выглядит словно множество драконов, хотя в сущности они единое целое, подобно пяти внешне совершенно независимым друг от друга пальцем руки, показавшейся из воды. Под конец очередной аудиенции Клапауций спросил царя, «Не побывал ли на планете Трур?» При этом он подробно описал внешний вид друга. Каково же было удивление драковеда, когда ему сказали, что его коллега, разумеется, гостил недавно в царстве Пеструциевым и даже взялся за устранение эхидны, получил аванс и отправился в близлежащие горы, для драконесса прогуливалось особенно часто. Но на другой день вернулся и потребовал весь гонорара, в доказательство своего триумфа показал 44 драконьих зуба. Однако тут возникли некоторые недоразумения, и выплату пришлось задержать до выяснения обстоятельств. Тогда Трурль, поддавшись сильному порыву гнева, громко и неоднократно выражал свое мнение о монархе, власти придержащей, что смахивал на оскорбление величества, а затем удалился в неизвестном направлении. С того дня даже слух о нем канул в небытие, зато эхидна появилась вновь, словно с ней ничего не случалось, и с еще большей свирепостью стало ко всеобщему огорчению опустошать грады и весель. Весьма туманной показалась эта история Клопауцию. Однако подвергать сомнению истинность слов, исходящих из монарших уст, затруднительно. Поэтому он взял ранец, наполненный сильнейшими змеебойными средствами, и в одиночку пошел по направлению к горам, снежный хребет которых величественно возвышался над восточной частью горизонта. Вскоре Клопауции обнаружил на скалах первые следы чудовища. Впрочем, если бы он не заметил их, а чудовище дал бы знать характерный удушливый запах сернистых выделений. Клопауции бесстрашно двигался вперед, готовый в любое мгновение применить оружие, висевшее у него на спине, и ежеминутно поглядывал на стрелку счетчика драконов. Некоторое время она стояла на нуле, затем нервно подрагивая и как бы преодолевая невидимое сопротивление медленно подползла к единице. Теперь не оставалось сомнения, что Эхидна находится поблизости. Это безмерно удивляло конструктора. У него в голове не укладывалось, как его испутанный друг, и знаменитый теоретик, каким был Трурль, промазал в вычислениях и не уничтожил драконессу. Трудно было также поверить, что не убив драконессу, он вернулся к царскому двору, требуя платы за невыполненную работу. Вскоре Клопауций повстречал колонну местных жителей, по всей видимости, безмерно угнетенных. Беспокойно озираясь по сторонам, они старались держаться поближе друг к другу. Согбенные под ножей, давящие на спину и голову, туземцы шли гуськом вверх по склону. Поздоровавшись, Клопауций остановил отряд и спросил ведущего, что они тут делают. «Сударь!» ответил ему этот царский чиновник низшего ранга, одетый в видавшие виды доломан. «Мы несем дань дракону». «Дань?» «Ага, а что же это за дань?» «Здесь все, чего дракон пожелал сударю. Золото, драгоценные камни, чужеземные благовония и множество иных предметов величайшей ценности». Тут удивлению Клопауция не стало границ. Ведь драконы никогда не требуют подобной дани и уж заведомо не жаждут ни ароматов из дальних стран, не способных заглушить их природную вонь, ни наличных денег, с коими они не знали бы, что делать. «А девиц дракон не выжилал, добрый человек?» спросил Клопауций. «Нет, сударь, раньше-то, конечно, бывало. Еще летошний год водил я их к нему по три пятка или по дюжине, согласно его аппетиту. Ну, с той поры, сударь, как пришел сюда один чужой, чужестранец, значит, и ходил по горам с ящичками и аппаратами один-одинешенек». Тут добряк в нерешительности умолк, с беспокойством разглядывая инструменты, оружие Клопауций, особенно его тревожила огромная шкала счетчика драконов, который беспрестанно потикивал и подрагивал красной стрелкой на белом щитке. «А одет он был точь-в-точь, как ваша милость», сказал чиновник дрожащим голосом. «Точь-в-точь, такая амуниция и вообще!» «Я купил это по случаю на ярмарке», сказал, стремясь усыпить бдительность Добряка Клопауций. «А скажите-ка мне, мои дорогие, не знаете ли вы часом, что стало с тем чужестранцем?» «Что значит с ним стало?» «Это вот мы и не знаем, сударь». «Было, значит, так. Недели две тому...» «Эй, кум, барбарон, правду я говорю? Две недели, не больше?» «Правду, молвишь, кум староста, правду!» «Отчего ж нет? Недели две тому будет, либо четыре, а может и шесть?» «Ну, пришел он, сударь, к нам, закусил, ничего не скажу, хорошо заплатил, поблагодарил, коль тут нет ничего дурного, так уж нет, ничего нельзя сказать, огляделся, по схрубу постучал, про процены все спрашивал, что летошний год стояли, аппараты поразложил, с сиферблатиков что-то себя записывал, быстро-быстро, так что у него даже бляхи подпрыгивали, но подробно, одно за другим, книжечку такую красную, что за пазухой носил, а потом этот, как его там, кум, тер... не, темпер... фу, не выговоришь, термометр, кум староста, ну, конечно, так, термометр этот вынул и говорит, что он против драконов, и туда его совал, и сюда, снова все записал, сударь, вот в ту самую свою тетрадочку, аппараты в мешочек засунул, мешочек за плечи, попрощался и пошел, и больше мы его, сударь, уж не видели, кино так было, той самой ночью что-то заухало и загромыхало, однако далеко, будто за Медраговой горой, за той, стало быть, сударь, что вот возле вершинки с соколиком таким наверху, да, пестроцей военно зовется, потому что напоминает нам государя пресветлого нашего, а та с другой стороны по прижатии, как с позволения вашей милости, ягодица к ягодице, зовется Смоляной, а пошло это того, сударь, что один раз, не стоит про эти годы рассказывать, добрый человек, прервал его клубауцей, так вы говорите, той ночью что-то ухнуло, а что произошло потом, потом, а потом ничего уж, сударь, не произошло, как ухнуло, так изба пошла хандуном, а я так на пол с лежанки скатился, но только мне это ни почем, иной раз, как дракониха дом задом почешет, еще и не так гробкишься, к примеру, взять Барбарона у брата, того даже в кадушку с бельем тиснуло, они аккурат стирали, и когда драконихе об угол потереться захотелось, значит, ближе к делу, любезный, ближе к делу, воскликнул клубауцей, и так что-то ухнуло, вы свалились на пол, а что же случилось дальше? Да я же вам, сударь, ясно сказал, что ничего не случилось, если бы что-нибудь было, так было бы о чем говорить, а так ничего не случилось, не чувствую еще, чтобы губами похлопать, так я говорю, кум Барбарон, так оно и есть, кум староста. Кивнув головой, клубауцей зашагал прочь, а носильщики двинулись тем временем вниз, сгибаясь под тяжестью драконьей Дани. Драколог догадался, что они сложат ее в указанной драконом пещере, но выспрашивать подробности не хотел, от разговора со староста и его кумом змееборца прошиб пот. Впрочем, еще раньше он слышал, как один из местных жителей говорил другому, что дракон такое место выбрал, чтобы ему было близко и нам. Клубауцей шел быстрым шагом, выбирая путь по пеленгу индикатора Василийсков. Этот прибор он повесил себя на шею, не забывал он также и о счетчике, однако тот неизменно показывал 0,8 драконов. Неужто я наткнулся на одного из дискретных драконов? Черт подери, раздумывал тянущиеся к величавым вершинам. Прошел час. Солнце уже передвинулось на другую половину неба, а храбрец все еще шагал по осыпям, перебираясь через гряды скал, пока не очутился среди узких ущельей и трещин, наполненных холодной мглой. Красная стрелка подползла к девятке перед единицей и, подрагивая, замерла. Клубауцей положил ранец на скалу и принялся вытаскивать змеи фузию. Когда стрелка быстро заколебалась, он выхватил редуктор вероятности и окинул быстрым взглядом окрестности. Стоя на скалистой гряде, драколог мог заглянуть в глубину ущелья. Там что-то передвигалось. Нет сомнения, это она, подумал Клубауцей, ибо эхидно женского рода. Быть может, именно по этой причине мелькнула в него мысль, чудовище не требует девицы. Впрочем, в прежние времена она охотно их принимала. Странно все это. Странно, но сейчас важнее всего взять ее получше на мушку, и тогда все кончится благополучно, подумал он. И на всякий случай еще раз сунул руку в мешок за дракодеструктором. Поршень Коева втаптывает драконов в небытие. Клубауцей выглянула из-за края скалы. По узенькой котловине дну высохшего потока серо-бурое, с запавшими словно от голода боками, передвигалось дракониха гигантских размеров. Беспорядочные мысли пронеслись в голове Клубауцей. Может аннигилировать драконессу, изменив знак драконии матрицы с плюса на минус, в результате чего статистическая вероятность не дракона одержит верх над драконом. Но это очень рискованно, если учесть, что малейшее отклонение может привести к катастрофической разнице в результатах. Иногда в такой переделке вместо не дракона получался неодракон. Сколь многое зависит всего лишь от одной буквы. К тому же тотальная депробабилизация сделала бы невозможным исследование природы эхидны. Клубауцей заколебался. Перед его мысленным взором возник нежно любимый образ огромной драконии шкуры в кабинете между окном и библиотекой. Однако предаваться мечтам не оставалось времени. Хотя иная возможность подарить экземпляр со столь специфическими наклонностями дракозоологу и промелькнула в голове Клубауцей, когда он упускался на колено, конструктор успел все же подумать, какую статейку удалось бы опубликовать в научном журнале на базе хорошо сохранившегося экземпляра. Поэтому он переложил фузию с редуктором в левую руку, а правый схватил главомет, заряженный антиголовой, старательно прицелился и нажал на спуск. Главомет оглушительно рявкнул. Жемчужное облачко дыма окутало ствол и Клубауцей, так что тот на мгновение потерял чудовище из виду. Однако дым тотчас рассеялся. В старых небылицах рассказывается много ложного о драконах. Например, утверждается, что драконы имеют иной раз до семи голов. Этого никогда не бывает. Дракон может иметь только одну голову. Наличие двух тут же приводит к бурным спорам и ссорам. Вот почему многоглавцы, как их называют ученые, вымерли вследствие внутренних расприй. Упрямые и тупые по своей природе эти монстры не выносят ни малейшего противоречия. Вот почему две головы на одном теле приводят к быстрой смерти. Ведь каждая из них, стараясь насолить другой, воздерживается от приема пищи и даже злонамеренно прекращает дыхание с вполне однозначным результатом. Именно этот феномен использовал эйфории Сентиментус, изобретатель антиглавной пищали. В тело дракона вбивают выстрелом миниатюрную удобную электронную головку, тут же начинаются скандалы, раздоры, а в результате дракон словно параличом разбитый, а деревенев торчит на одном месте сутки, неделю, иногда месяцы, иногда истощение отоливает дракона только через год. В это время с ним можно делать что угодно. Однако дракон, подстреленный клопауцием, вел себя по меньшей мере он поднялся, правда, на задние лапы, издавая рев, коим вызвал щебневую оползень на скале и стал бить хвостом о скалы, наполнив запахом высекаемых искр все ущелье, а после этого почесал себя за ухом, кашлянул и преспокойно двинулся дальше, разве что более быстрой трусой. Не веря собственным глазам, клопауцей помчался по скалистой гряде, стараясь сократить путь кустью высохшего потока. Теперь уж ни какая-то научная работенка, ни пара другая статей в трудах института драконов мерещилась ему, а по меньшей мере монография намелованной бумаги с портретами дракона и автора. У поворота теоретик присел за скалу, приложился глазом к антивероятностной мортирке, прицелился и привел в действие депоссибилизатор. Ложа ствола дрогнула у него в руке, раскаленное оружие опуталось дымкой, вокруг дракона как предвестник непогоды, вокруг луны появилось гало. Однако дракон не сгинул. Еще раз сделал клопауцей дракона вполне невероятным. Интенсивность импоссибилизационности стала столь высокой, что пролетавшая бабочка принялась передавать азбукой Морзе вторую книгу джунглей, а среди скальных завалов замелькали тени колдуньи, ведьм и кикимор. Отчетливый же топот копыт возвестил, что где-то позади дракона горцуют кентавры, извлеченные из небытия чудовищной интенсивностью маркирки. Однако дракон словно ничего не произошло грузно присел, зевнул и принялся с наслаждением чесать задними лапами обвисшую кожу на горле. Раскаленное оружие обжигало клопоутсую пальцы. Он отчаянно нажимал курок, ибо ничего подобного до сих пор ему переживать не доводилось. Ближние камни из тех, что помельче, медленно поднимались в воздух, а пыль, которую чешущийся дракон выбрасывал из-под седалища вместо того, чтобы беспорядочно осесть, сложилась в воздухе, образовав вполне разборчивую надпись «Слуга господина доктора». Стемнело. День превращался в ночь. Компания известняковых утесов отправилась на прогулку, мирно беседуя о всякой всячине. Словом, творились уже подлинные чудеса. Однако ужасное чудовище, расположившееся на отдых в тридцати шагах от клопоутсая, и не думало исчезать. Истребитель драконов отшвырнул маркирку, полез за пазуху, добыл противомонстровую гранату и, вверив свою душу матрицы общеспинорных преобразований, метнул гранату в дракона. Раздался грохот, вместе с обломками скалу в воздух взлетел хвост, а дракон со всем человеческим голосом завопил «Караул!» и помчался галопом вперед прямо на клопоутсая. Тот, видя столь близкую смерть, выпрыгнул из укрытия, судорожно сжимая дротик из антиматерии. Он взмахнул им, но тут снова раздался крик «Перестань! Перестань же! Не убивай меня!» «Что это дракон заговорил?» мелькнула у клопоутсая мысль «Не должно быть я ошалел». Однако задал вопрос «Кто говорит? Дракон?» «Какой дракон?» «Это я!» Из рассеивающегося облака пыли вынырнул Трурль. Он коснулся шеи дракона, повернул там что-то. Гигант медленно опустился на колени и замер с протяжным скрежетом. «Что это за маскарад? Что это значит? Откуда взялся этот дракон? Что ты в нем делал?» Клопоутсый забросал друга вопросами. Трурль, отряхивая покрытую пылью одежду, отбивался от него. «Откуда? Что? Где? Как? Дай же мне сказать! Я уничтожил дракона, а царь не пожелал со мной расплатиться». «Почему?» «Наверное, оскаренности не знаю». «Сваливал все на бюрократию, говорил, что должен был составить протокол с приемочной комиссией, что ли. произведен обмер, вскрытие, что должна собраться тронные производственные комиссии, то и сё. А Верховный Страж Сокровищ уверял, что не имеет понятия по какой статье платить, поскольку платеж нельзя провести ни по фонду заработной платы, ни по безличному фонду. Одним словом, хоть я просил, настаивал, ходил в кассу, царю на совещание, никто не хотел со мной даже разговаривать. А когда они потребовали от меня автобиографию с двумя фотографиями, мне пришлось убираться. Но, к сожалению, дракон пребывал уже в необратимом состоянии. Вот я содрал с него шкуру, нарезал побегов орешника, потом отыскал старый телеграфный столб, а большего и не требовалось. Набил чучело, ну и... и стал прикидываться. Не может быть! Ты прибег к столь постыдной уловке. Ты! Ну зачем же? Ведь тебе за это не платили! Ничего не понимаю. Экей ты тупой! Снисходительно пожал плечами Труры. Да ведь они приносили мне дань. Я получил больше, чем причиталось. А-а-а! Эта истина, наконец, дошла до клопауция. Однако он тут же добавил, да ведь вымогать некрасиво. С чего же это некрасиво? А разве я делал что-нибудь дурное? Прохаживался по горам, а вечерами немного подвывал. Уж тут я намахался, добавил он, присаживаясь рядом с клопауцием. О чем это ты? О реве? Да нет же! Ты двойку с двойкой сложить не умеешь. Причем тут рев? Каждую ночь я вынужден таскать мешки с золотом из пещеры, обусловленный договором, вон туда, на гору. Трурль указал рукой на удаленный горный хребет. Я подготовил там стартовую площадку. Поносил бы сам двадцатипудовые мешки с сумерек до рассвета, тогда бы понял. Ведь дракон-то никакой не дракон. Одна шкура весит две тонны, а я ее таскать на себе должен. Реветь, топать, это днем, а ночью мешки таскать. Я рад, что ты приехал. С меня уже этого хватит. Но отчего же, собственно, этот дракон, то есть это набитое чучело, не сгинул, когда я уменьшил вероятность, вплоть до чудес, пожелал еще узнать клопауцей. Трурль откашлялся, как бы немного смущенный. Из-за моей предусмотрительности, пояснил он. В конце концов я мог напороться на какого-нибудь дурака-охотника, хотя бы на базилея, поэтому я вставил внутро, под шкуру, экраны противовероятностные. А теперь пошли. Там осталось еще пара мешков платины, но они самые тяжелые из всех. Не хотелось бы нести одному. Вот и превосходно. Ты мне поможешь.